ищи снег в лесу да и вот на этой дороге где снег на меня залез клещ я его снял от сухо он сволочь вот так пытался в ухо залезть прикиньте всем привет и это у меня получается добрый влог до семья хорошее настроение а в предыдущем видео я был злой бля можно сказать не стой ноги встал после нашей вылазки второго числа я спортивном костюме они в зимних куртки и чё я хотел сказать этим то что отпуск прошел а погода хорошая вот только началась из-за чего я искал хули толку было от этого отпуска смысла вообще никакого просидеть дома сколько десять дней то дождь то еще чё-то единственное как говорится чё радует девчонок сводил хоть оленей они посмотрели а то они давно собирались а остальное что сказать еще походил я здесь вдоль озера никаких змей мной не обнаружен хотел угарнуть над теми кто мне говорит что что-то он ходит у него глаза бегают наверное он всего боится ребят алё посмотрите на мои глаза у меня зрения нет конечно я хожу вот так из стороны в сторону смотрю чё где если на меня все несется собака я ее даже не забей там почала что я и говорил изначально нету здесь змей хотя вот в тех кустах сзади меня они обычно бывают это я помню давным-давно сам зашел когда здесь купались туда переодеться и в итоге смотрю под куст такие две кучки лежат я сначала подумал что там кто-то в туалет ходил а потом думаю как он задницу так близко к кусту засунул они так голову поднимают две посмотрели на меня и я уже такой лежите лежите я сам отсюда уйду ну да это он было он затем кустом здорово ладно жаль что ничего не попалось хотя могло быть все что угодно сейчас посмотрим блин это конечно я вообще оригинально делаю да а тихо фу блять пёс фу тихо фу вот это ребята я сейчас очканул пёс ладно фу ху фу искал змей нашел собаку ну чья собака я знаю охуенно вот это кадр бы это все что мне пришло сказать в голову когда она не обижала чужая собака ну зато теперь вы знаете мою реакцию в таких делах ржач да и только но они здесь постоянно с этой овчаркой гуляют я так и думал что она у них адекватная на удивление как видите все прошло удачно но глаза у меня наверно вот такие были ладно пока выключу все мне на это реально было такой прикол варил со мной первый раз я в собаках не разбираюсь но как это наверно восточноевропейская до когда до этого на меня также набрасывал три собаки сам гон сохранять спокойствие если на вас вот так бежит собака как она бежала на меня в этом видео лучше стойте в прямом смысле слова и улыбайтесь если начнете нервничать и бояться собаки чувствуют запах страха человека и начинает набрасываться на него есть конечно отбитые собаки но это редкий случай и лучше носить с собой баллон вот я сегодня ушел без баллона без всего я сто процентов был уверен мне попадется какая-нибудь собака не баллона не шокер ничего нельзя пошел можно сказать налегке телефон и все телефоном много от собаки не отобьешься но самый лучший вариант это баллон который не разбрызгивает а который бьет струей такой своеобразный гелевый как их называют потому что струйка будет точно и вы попадете в нос собаки она просто убежит помню у нас была собака в районе школьной у девятого дома она кидалась почему-то на мужиков в дубленках когда я ходил в обычной одежде она меня не трогала но один раз я шел вот в этой такой советской древней дубленки и она меня увидел и она прям побежала со всей дури давай тут пытаться за штанину хватать тот день на баллон не было потом я взял с собой баллон дня через три я иду точно там же той же дорогой и она опять увидев меня в дубленки а зима была там мороз под тридцать не хошь не хошь я ходил в таком тулупе образно говоря и вот она на меня уже когда кидалась я им вот этим струйным баллоном прямо в нос чуть-чуть а сейчас такая охреневшая такая села и смотрит на меня типа а чё это было а потом у нее видно начало сжечь нос и она заскулела и убежала на что один мужик из девятого дома он как раз что-то клал машину сказал блин давно ее надо было то но уж если все таки совсем вам красть собакой и она на вас кидается не жалейте куртку вы можете сделать в куртке вот так собака вцепится и бьете и точно в пятак когда собаки бьешь кулаком в пятак они убегают по крайней мере вы отделаетесь легким испугом но решать вам для тебя как этот весь оглядываюсь кто где идет а почему привычка в лесу надо быть осторожней но он попался мне сейчас мужик который шел сзади меня когда я шел еще к озеру сказал что впереди будет по суше и что вроде как все должно быть нормально я думаю я в кроссовках пройду вот здесь вот обычно змеюги летом ползают но сейчас что-то никто даже на солнышке не греется в общем первый мужик был не тот который за нашел который за нашел попался не сейчас я оказался прав кто это был но для видео это не неважно так пока я никаких змей не нашел очень обидно я рассчитывал что хотя бы ну раз они уже после спячки начали везде выползать послушано владимир по моему есть даже предупреждение типа не ходите в лес ну и вот где хоть бы на смех одну увидеть нету видимо и правда как мне написали в комментариях в нашей местности просто их мало я даже уже сходил туда где они обычно прямо тусуются можно сказать толпами и что никого нигде нет ладно на этой такой оптимистичной ноте я наверное пойду домой потому что кроме вот таких повальных деревьев ничего я не обнаружил жаль что не довелось сашка выпилили что мне чисто интересно если ты говорил что у вас это лыжню заваливала скорее всего она у вас проходила здесь потому что уж явно не для машины спил ладно иду домой он тут по снегу я говорил что найти альтернативу google карте я нашел она как бой встроенная в телефоне на ней название такое цифра 2 и гис русскими буквами 2 гис или ту гис я не знаю как правильно назвать программу я ее включил и ты двигаешься по карте единственный как по мне минус что там нету спутника но возможно спутниковую карту скачивается отдельно я скачал карту владимирской области скачал карту московской области ивановской области и мне сейчас как бы спокойно можно идти куда угодно я сейчас даже покажу эту программу только вот сейчас выйду вот там значок гис вот так она запускается вот уже . наверное это я да вот если я буду крутиться по сторонам скорее всего направление тоже будет также в общем оффлайн работает проверено лично кому надо установить или найдите их просто в приложении они на хонорах и на huawei мая я тоже на хонор 9x премиум вот как-то вышли так как бы камер по 100 тысяч у меня нет да и я не вижу смысла брать камеру по 100 тысяч так что-то по мне уже лезет сейчас я вам расскажу да я у меня при новую новость по моему это лещи но он меня уже клеш кусал как видите я живой не буду сам себя пугать может просто какая-то бука рашка ну хотя чего на кого я обманул я чего не знаю как он по коже что лезть помню костяну нас еще был живой мы приехали на кижаны а костян был такой товарищ мнительный и мы станем под соснами чувствую что-то хлоп на меня прямо как это капли дождя падают я такой думала на клещи не могут падать так с деревьев я еще так посмотрел говорю занимая одни сосны как такое вообще возможно что это было и я смотрю по одежде ползет 1 2 3 я стою говорю мужики у меня для вас плохие новости на нас сверху падают клещи зацените это все-таки клещ вот такие дела в лес пока не ходите они падают прямо с деревьев про то что я сейчас и рассказал в общем он падла где-то вот здесь так и полз я видно его стряхнул он залез опять и я его сейчас так вот отсюда со взял и просто раздавил ногтем я не знаю живой он здесь нет но прикиньте он хотел залезть и сволочь в ухо вот уж я не думал что вместо змей я найду клещей и сейчас вы увидите то что вы не видели за два года дурдома с масками включу на всякий случай телефон потому что мало ли чё сверху упадет хоть успею заснять что тут рассказать вот вчера шел в кроссовках по сухой земле а сегодня где-то сантиметров наверное ой ну сколько 7 сугробы циклончик я как всегда вот сюда приляпаю карту ну или пару скринов мне уж больно интересно почему так происходит апрель месяц ё-моё какое число то хоть сейчас секунду 16 апреля суббота если будет видно надеюсь было видно ну и как я обещал видите то что не видели за два года масочного дурдома а удобная штука она вот так выглядит такой косынкой закрывает грудь тут она одевается на уши есть немного другие такие они вот без этих без петель для ушей не готовил речь как всегда не знаю даже стоит ли это все снимать да вот здесь вчера шел была трава сплошь если кто смотрел мои фото там все это видно на фото а сегодня нам вернулась зима прямо посреди апреля а я еще переживал когда мы снимали видео про то что отпуск прошел в плохую погоду снег был никуда не выйдешь а вот он погода то лучше не стало так ну чё ладно не буду больше ничего рассказывать все и так было видно